Всем привет! Для начала нужно окрасить мастику в самые разные цвета и оттенки. Эти украшения для капкейков, поэтому для каждого делаем небольшой медальончик. Просто раскатываем мастику, вырезаем медальончики и даем им немножко подсохнуть. Но пока они подсыхают, уже займемся непосредственно самими фигурками. Я сушу медальончики на вот таком вот коврике для формирования лепестков. Это флористический коврик. На нем очень хорошо сушить вот такие элементы. Начинаю я с изготовления медузы. Для этого на шарик кусочек мастики нанизываю и делаю небольшие волнистые краешки. Каким-нибудь острым предметом. При желании это можно сделать даже ножом или зубочисткой. Вот этот наборчик очень удобен. Дальше я беру насадку для розочки, самую маленькую, и делаю сверху что-то наподобие цветочка. Вот так получается такой миленький цветочек. Дальше. Чтобы сделать в медузе щупальца, я воспользуюсь экструдером. Если хотите, можно просто раскатать мастику и при помощи ножа для пиццы сделать тоненькие полоски. И они тоже заменят щупальца. Также важно придать щупальцам не просто, чтобы они как лапша были, а были слегка изогнуты в разные стороны. Слегка увлажняйте мастику, но не мочите ее слишком сильно. Все, здесь уже окончательно придаем щупальцам форму и усаживаем сверху шляпку медузы. Все морские жители у меня будут довольно в забавном мультяшном стиле, поэтому я делаю им глазки. Ну, если у вас совсем другая стилизованность, то не обязательно делать глазки. Мне вот захотелось их сделать такими забавными. Все свои фигурки я делаю из молочной мастики, которую изготавливаю сама. Видео можете найти на канале. Совсем недавно мы выложили, как изготовить мастику в домашних условиях и как ее окрасить. Совершенно разные цвета. Мне нравится эта мастика тем, что она очень хорошо держит форму, с ней легко и приятно работать. Швы заглаживаются не так, конечно, как у Модел Паста. Но Модел Паста мы с ним совсем не подружились, потому что он течет, плывет, нужно там оптимальную температуру в комнате и так далее. Мне вот в этом кажется он капризным. Мы с ним так и не подружились, ни с Модел Пастом, ни с принцессой. А эта мастика мне очень даже нравится. Вот такая милая медуза у нас глазками получилась. И теперь мы делаем звездочку. Звездочку можно сделать при помощи вырубки. Можно из шарика вытянуть кончики звездочки и придать ей необходимую округлую форму. Это займет, конечно, немножко больше времени, но результат будет практически тот же. Здесь я просто сэкономила время за счет того, что у меня была вырубка звезда. Также звездочки я сделаю небольшие пятнышки ярко-рыжего цвета. Для этого я просто накатываю маленькие шарики и прилепляю их к лапкам звездочки. Это сделать совсем не сложно, но не обязательно. Вы также можете это просто нарисовать пищевым красителем. Будет тоже смотреться очень интересно. Глазки я обычно делаю. Беру один кусочек и делю его на две равные части. Так глазки получаются одинакового размера. Не всегда я, конечно, пользуюсь этим методом, только в начале. Дальше уже глаз, так сказать, набивается. И можно уже по отдельности глазки делать. Устанавливаем глазки в выемки. Совсем маленькие кусочки черного цвета будут у нас зрачками. Они тоже делаются довольно просто. Тут главное подобрать размер, чтобы они были одинаковыми по размеру. И все. Остается звездочке сделать только улыбочку. Это также можно сделать либо специальным инструментом, либо зубочисткой, либо ножом. Также немножечко увлажняем и приклеиваем звездочку к медальончику. Отправляем на просушку. Теперь изготовим морского коня. Для этого из шарика выкатываем небольшое количество мастики на голову. Второе делаем немножко подлиннее. Это будет хвостик. Придаем необходимую форму. Делаем его таким пузатеньким, забавным. И на пузике делаем ему небольшие полоски. Также сделаем глазки и носик. Самое главное, когда делаете глаза, делать и глазки, и зрачки абсолютно одинакового размера. Иначе фигурка будет смотреться уже совсем не так. хорошо фиксируем глазки и уже устанавливаем зрачки. Также морскому коню я решила сделать маленький носик. Очень интересный. Для этого шарик проткнула острым предметом, острым инструментом и при помощи него же установила его на место. И вот такой забавный морской конек в итоге у нас получился. также можно добавить ему плавничок и направить его в нужную сторону. Так, теперь занимаемся изготовлением рыбки. Из шарика вытягиваем немножко хвостик, разрезаем его чуть-чуть пополам, чтобы вставить в этот плавничок. плавничок также скатываем шарик, чуть надрезаем и приплющиваем. Получается вот такой вот хвостик у рыбки. Текстуру можно сделать либо резаком, либо зубочисткой. Также делаю маленькие плавнички и глазки. Такая пузатенькая рыбка у нас в итоге получается. Детям очень нравятся такие фигурки. Даже если вы не делаете фигурки из мастики, можете просто провести вечер с детьми и слепить все это из пластилина. Делаются фигурки совершенно не сложно. Здесь справятся даже детки. Также рыбке делаем улыбочку. и не забываем про верхний плавничок. Также устанавливаем рыбку на медальончик и отправляем на просушку. Хотя эти фигурки из этой мастики совсем не обязательно сушить. Их можно сделать и сразу же устанавливать на кондитерские изделия. Осьминога сделать можно при помощи молда, если есть. Можно просто сделать вот такую вот шляпу, из которой вырезать восемь ножек, восемь щупалец. Главное потом придать им округлую форму и подзагнуть их в разные стороны, чтобы они были похожи на настоящие. Для этого берем щупальца, слегка прокручиваем между пальцами и сгибаем немножко. Вот так, в разные стороны. Загибаем щупальца. Получается очень интересно, очень забавная фигурка осьминога. Точно так же устанавливаем ему глазки, как и другим фигуркам, чтобы глазки хорошо фиксировались. Слегка увлажните мастику. И так же делаем осьминогу милую улыбочку. устанавливаем его на медальончик и отправляем подсушиться. Следующим делаем морского ската. для этого шарик слегка прокатываем от центра к краям с обоих сторон при помощи скалки. Далее придаем необходимую форму. Можно подзагнуть вверх и с одного краешка между пальцами вытягиваем хвостик. также хвостику придаем полуизогнутую форму, чтобы он смотрелся более реалистично. Делаем улыбочку и глазки. Можно сделать и других различных обитателей моря. В таком же стиле можно сделать и обычных животных лису, волка, зайца, ежика. Тоже будет смотреться очень интересно. Эти фигурки я делала не по картинке. Большинство я придумывала сама. Мультяшный стиль взяла за основу из мультика про Немо, про поиски Дори. В детском саду там были подобные морские обитатели. Основываясь на этом мультике сделала я такие фигурки. Скату я тоже решила придать побольше мелких деталей за счет вот таких пятнышек по такому же принципу как и на морской звездочке. также устанавливаем и отправляем на просушку. Вот какой милашка в итоге получился. Теперь сделаем черепашку. Начинаем с панциря. Для этого берем шар слегка его раскатываем чтобы получился овал и приплющиваем получается раковина и к ней и на ней уже делаем пятнышки более темного цвета. Остается сделать голову и плавники. В основном вся лепка начинается с шара. Так намного удобнее мастика не имеет стыков если начинать лепку с шара. Просто вытягивать, подтягивать и придавать необходимую форму. Такая забавная голова получается. маленький морской черепашонок примеряем голову все устраивает и делаем лапки небольшие лепестки зеленого цвета. Приклеиваем все это к панцирю и черепашонок готов. отправляем его на просушку на медальончике. Красавчик! Теперь изготовим краба. делаем ему лапки просто прокатываем мастику между рук и делаем лапки чтобы они с краешка были остренькими. Два шарика приплющиваем с одной стороны у нас получаются такие морковочки и на них делаем два надреза. это будут клешни. шарик приплюснули получилось у нас туловище к клешням прикрепляем лапки коричневого цвета и к туловищу и к туловищу лепим остальные лапки. слегка слегка изогнем их чтобы они были полузагнутые вот такие и придаем уже форму на медальончике окончательную. сейчас сейчас мы только предварительно это делаем чтобы понять устраивает ли нас размер все ли лапки у нас одинаковые хорошенько их фиксируем к туловищу вот такой крабик получается остается только глазки ему приделать лапки творится резьба н лапки « с при лапки не лапки лапки при лапки 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 И не забываем про улыбочку. Крабик готов. Отправляем его к друзьям и товарищам. И займемся последней фигуркой. Я решила сделать забавную ракушку. Для этого я взяла шар, расплющила его немножко и сделала надрезы. Это будет нижняя часть раковины. Точно так же делаем вторую половинку, только здесь делаем надрезы уже сверху. Помните, как на настоящей раковине они расположены. Точно так же делаем надрезы и устанавливаем сверху. Также у моллюсков есть язычок. Между ракушкой устанавливаем язычок и нам остается ей сделать только глазки. лакушкой устанавливаем. Получится у нас забавная озорная ракушка с высунутым языком. Ей улыбочку делать не придется, так как она уже имеет ротик из творог и все устанавливаем на медальончик и все фигурки морских обитателей в мультяшном стиле готовы. Вот такие интересные они получились. Если понравилось видео, ставьте лайк. Если нравятся видео такого формата, обязательно напишите об этом в комментариях. Ссылки на весь инструмент будут как всегда под видео. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok